Добрый вечер, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем вам, как в школе лицей номер 17 воспитывают творческих и интеллектуальных личностей. Ученики этой школы постоянно участвуют в развитии города Балхаш, представляя нам свои стартап-проекты. Сегодня в гостях у нас Харькович Тимофей и Нечапуренко Виктория. Здравствуйте, как ваши дела, как ваше настроение? Здравствуйте, замечательно. Хорошо. Тимофей, расскажи нам о своем проекте. Наш проект, который называется «Здесь начинался Балхаш», на самом деле он неблагоустроен. И территория перводомная, она вообще никак не благоустроена. Но мы предлагаем обустроить ее и сделать романтическим местом. В 1928 году там была построена перводомная, а в 1978 году был воздвигнут монумент на берегу озера Балхаш. Здесь начинался Балхаш. Хорошо. А расскажи, где ты представлял этот проект? Я представляла этот проект на международном туристическом форуме у нас в Балхаше этом летом. Замечательно. А какова дальнейшая судьба твоего проекта? Аким и архитекторы нашего города и Алматы рассмотрели этот проект. Они выезжали на местность и появились небольшие доработки проекта. А градоначальник города сказал, что в следующем году весной начнет строительство данного проекта. Замечательно. Надеемся, что твой проект вскоре воплотится в жизнь. Виктория, мы видим, что у тебя очень много медалей. Расскажи, откуда они у тебя? Не секрет, что наша школа сотрудничает с частным фондом «Интеллектуал-2050». Благодаря этому наши ученики имеют уникальную возможность участвовать в международных и рейтинговых олимпиадах и конкурсах. Например, это второе место в олимпиаде «Русский медвежонок», а это третье место в олимпиаде «Кенгрумать матька для всех». Хорошо. А чем эти олимпиады отличаются от тех, что были у тебя до этого? Участие в них было особенным, так как они проходили в городе Санкт-Петербург. Встретившись с авторами и разработчиками этих заданий, мы могли задать все интересующие нас вопросы. Таким образом, сотрудничество с фондом «Интеллектуал-2050» стирает границы стран, возрастов, предметов. И это замечательно, что мы прокладываем свой путь к успеху благодаря нашим учителям и организаторам этих мероприятий. Хорошо. Спасибо вам. А сейчас рубрика «Устами детей». Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня с вами я, ведущая Олета Байгунисова. Я нахожусь в детском саду «Балакай» и у нас рубрика «Устами детей». А сейчас давайте узнаем, как бы дети хотели благоустроить наш город. Расскажи, пожалуйста, что ты хочешь увидеть в нашем городе? Фонтаны и цветы. Я бы хотел, чтобы там были олени, медведи, крокодилы, летающие мыши. Я хочу, чтобы в нашем городе были новые качели, новые были скамейки и новые горки. Я хочу, чтобы у нас был в городе новый цирк. Я хочу, чтобы в городе было магазин игрушек. Я хочу, чтобы в нашем городе был атвопарк, чтобы там были круги, лесенки, еще, чтобы был аэропорт. Я хочу еще в городе, чтобы было красиво и все радовались красотой. В одном из конкурсов, проводящихся у нас в школе, я представил данный проект. Моя задумка этого проекта, чтобы здесь можно было поставить лестницы с перилами, обустроить смотровую площадку, где молодожены и туристы нашего города смогут повешать свой замочек на вот это стилизованное дерево. А заботливый фонарь приглашает присесть рядом с ним на лавочку. Отсюда открывается прекрасный вид не только на водную кладь с яхтами и чайками, но и на наш город. Также мы можем спуститься вниз по крутой лестнице, оборудованной перилами. А внизу нас ждет самое главное – площадь с флагштогом, где установлен государственный флаг. Этот проект решает сразу несколько проблем нашего города. И одна из проблем считается туристическое место, историческое место, патриотическое место. Мы должны знать историю нашего города. Мы хотим, чтобы наш город был красив, так же, как и наша школа. Я хочу, чтобы наша школа была современной, как эта, чтобы у нас был большой планетарий, чтобы на перемене мы могли наблюдать за красивым небом и за другими планетами. Ну а наш город хотелось бы изменить в большой ледовый дворец. А мы будем добиваться других достижений высот в Олимпиадах и конкурсах. Ну а сейчас мы расскажем о совместной работе с Тимофеей и научим вас, как это сделать. И следующий наш проект тоже связан с нашим любимым городом. И посвящен он воде. Для создания данного проекта нам потребуется эскиз, краски, карандаши и емкость. И новая идея. Сначала подготовим эскиз, потом согнем по намеченным линиям, потом склеим. И вот что у нас получается. Осталось только ставить емкость в воду и поповку. Готово? С обратной стороны мы поместили описание токараусской воды. И теперь с гордостью можно дарить друзьям. Хорошо. Спасибо вам, Тимофей и Виктория, за то, что пришли к нам, ответили на наши вопросы, уделили нам время. Желаем вам удачи в ваших проектах, начинаниях и всего вам самого лучшего. А вам, друзья, желаем хорошего настроения. Увидимся через неделю. До свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»